Под окнами жителей домов 12, 14, 16 и 18 по Петровскому проезду активные строительные работы постоянно сменяются периодами затишья. Эти кадры мы снимали в конце августа. Тогда казалось, что еще немного и дети смогут играть на новой площадке. Но асфальт положили, техника уехала, а малые архитектурные формы и специальное резиновое покрытие так и не появились. Оказалось, что за разные работы отвечают две разные организации. Обязанности были разделены. Обязанности по укладке асфальтного покрытия и установке песочниц были возложены на муниципалитет. А уже малые архитектурные формы и резиновое покрытие делает другая организация, которую предоставляет нам Московская область. Эта площадка возводится в рамках губернаторской программы, благодаря которой в Ленинском районе будет установлено три современные детские площадки. В Торичеве и в Видном на улице Гаевского и Петровском проезде. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пока развлекаться на этой площадке можно только рисуя мелом по асфальту. Уже месяц, со дня на день, местные жители ждут, что здесь появятся малые архитектурные формы и прорезиненное покрытие. Но пока, как мы видим, здесь пустота. Второй подрядчик, который должен закончить работы, как нам удалось узнать, активно трудится. Но поскольку организация работает на всех объектах одна, все площадки оборудуются в порядке очереди. Очередность была выстроена таким образом, что мы попали в более поздний срок. И из-за этого половина работ сделана. И создается впечатление, что больше ничего не будет. Добавляет ощущение внезапной остановки стройки и гора строительного мусора, оставшиеся от прошлых работ. Пустота на площадке и отсутствие какой-либо деятельности смущает и местных жителей. Хоть у меня внуки здесь не живут, но все равно просто все раскурочили, ничего не делается. Сейчас детям играть вот там хоть немножко что-то есть. А так у нас была такая хорошая площадка. Из-за большой загруженности второго подрядчика срок сдачи площадки уже несколько раз переносили. Но, судя по всему, скоро и здесь появятся наконец строители и доведут начатое до конца. Нам сказали, что две недели, но будут стараться подключать дополнительные силы, чтобы максимально быстро это сделать до снега. Осенью главный враг строителей – погода. Позволит ли она завершить все задуманное, узнаем совсем скоро. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошарева. Видное ТВ.